Дон Старф игра далеко не новая. На момент записи видеоролика ей уже более 10 лет. Неудивительно, что у игры было множество версий, в которых добавляли одно и изредка удаляли другое. Однако, слышали ли вы о том, что Дон Старф выпускалась на DVD дисках? Скорее всего нет, ибо игра на DVD дисках продавалась только на территории Германии, под издательством Астрагон. От данной версии не было известно, от слова совсем, так что долгое время DVD-версии игры являлись утерянной. Вся информация в этом ролике была найдена пьяным. Именно он впервые обнаружил упоминание DVD-версии игры на реддите, посвященной игре. Изобилие деталей и стоковое изображение на обложке коробки могут создать впечатление, что это пиратская и неофициальная версия игры. Однако, это не так, в чём мы убедимся чуть позже. Чем же данная версия интереснее обычного Дон Старфа? Дело не в самой игре. На диске был билд игры 90423, выпущенная 15 января 2014 года. Самое интересное находится в установщике игры, а также в небольших подарках, которые шли вместе с диском. Среди подобных физических подарков были стикеры, две открытки с уникальной задней стороной, два постера, а также руководство. Само оно похоже написано на немецком. В руководстве описана установка игры и как начать играть. Небольшая часть присвящена пояснению основных игровых механик и написано в стиле записи дневника. Я не уверен, что могу считать данный текст за канон, поскольку отчасти противоречит предположительно каноничным записям дневника Уилсона. Я не буду зачитывать текст полностью, лишь кратко расскажу, о чем здесь говорится. Записи ведутся от лица Уилсона. Он утверждает, что не знает, каким образом попал в этот мир, или что послужило изменению этого мира. Одним из гипотез, которые он выдвиг, это взрыв вселенной или влияние мозолей на его мозг. Мир кажется ему необитаемым. Герой сразу понимает паттерн мира и главная особенность опасности ночи. Потому он решает обеспечить себя источником света до ночи. Герой находит немного травы для костра, однако ему нужны дрова. Он находит ветки кремний, после чего создает топор и добывает дрова для костра. Также он собирает 12 лепестков цветов. Он подмечает, что читателю может это показаться иррациональным. Но говорит, что типичный хомо сапиенс не должен недооценить свою интуицию. Тогда он сделал венок из цветков, что позволило ему чувствовать себя морально более проще. Со свежими мыслями он решает оценить ситуацию, в котором оказался. Он понимает, что параллельный мир, в котором он оказался, работает по похожим в нашем мире правилам. С этими мыслями он начинает искать себе пищу. Не сумев поймать зайца, он собрал ягоды и морковь. Ночью герой разжег костер и приготовил еду, параллельно размышляя о том, какие агрессивные существа его могут ожидать ночью. На второй день он собирается исследовать местную флору и фауну. Утром он нашел один вид растений с цветками и три вида пчел, хотя на тот момент в игре их было всего два. Он подмечает, что пчелы-убийцы очень агрессивны. После он находит бифало и подмечает, что помет может быть очень питательным для растений. Увидев каменный биом, Уилсон решает исследовать его на следующий день. Для этого он развел костер неподалеку от биома, поел запасы еды и остался ждать нового дня. На следующий день он отправился в каменный биом. Там он нашел множество булыжников и золотой руды. Однако топором их не сломать, так что он нашел кремнии и ветки и сделал кырку. После чего он отправился обратно добывать камни и золото. После трудоемкой работы он почувствовал голод. Он упоминает, что моркови и ягод ему не хватает и он начинает думать о том, как поймать кроликов, бегающих неподалеку. С помощью палок и травы он сделал ловушку, чему невероятно гордился и с гордостью огласил механизм кроличьей ловушкой. Ловушка поймала кролика, герой берет кролика в руки и с большим сожалению его убивает. После чего он упоминает, что мертвый кролик может немного порадоваться за героя, ведь сам по себе он оказался вкусным. На четвертый день герой задумывается о лагере, он начинает тщательно выбирать место для его основания. Он сделал фаерпит и научную машину, которой он сильно гордится, поскольку она позволила ему сделать себе деревянную броню, копье, а также лопату, которая ему по какой-то причине очень нравится. С новой лопатой он идет выкапывать найденные могилы. В этот же момент в тексте начинает проникать безумное хихихание ученого. Пытаясь понять, что с ним происходит, он обнаруживает рядом с собой призрака, который его совершенно не удивляет и просто кажется причиной потери его рассудка. На пятый день он создает пару досок и возводит деревянные стены вокруг базы. Он напоминает, что рядом с ним был лес, однако он делает акцент на слове «был», поскольку лес был нечаянно им сожжен. Он видит в этом только плюсы. Он забирает уголь и снова жутко хихикает. После этого он внезапно задумывается о том, с кем он разговаривает. Он тут же вспоминает, что у него есть вымышленные читатели и задается вопросом о том, почему мы это все еще читаем. Он говорит, что ему становится хуже и мир начинает казаться размытым. Он создает казан и готовит из мяса пауков и обычного мяса тефтели. Радуя тефтелям, он говорит, что они были до безумия вкусными, прямо как и он сам. Внезапно он говорит о седьмом дне. Он говорит, что прошлый день был для него банален и обычен, однако седьмой день сумел его удивить. Он говорит о том, что ему встретились некие четырехногие существа. Он пытается вспомнить их название и говорит, что не понимает, почему подобные существа нравятся людям. Внезапно он вспоминает, что данные существа это собаки. Он жалуется на стою собак, напавших на него. Назвав их уродами, он говорит о том, что гордится своей победой над ними. Также он замечает, что у него появилась борода, которую он хочет сбрить. На десятый день он говорит о том, что на девятом дне был шторм, который чуть не разнес его базу. Он говорит, что его безумие немного утихло, а также он нашел себе нового питомца, Честера, который помогает носить предметы и следует за костей глазом. Вскоре он находит червоточину. Изучив ее, он понял, что она должна его перенести в другое место. Упомянув, что он ученый, персонаж решает совершить эксперимент и запрыгивает в нее. Подметив, что он совершенно в другом месте, история заканчивается. Дальше в журнале говорится об установке модов и тому подобное. Теперь мы можем приступить к интересным вещам из установщика игры. Пройдет установка двух модов. Честер спавнинг, который рядом с местом вашего спавна создает нового честера. И честер XXL, который добавляет честеру множество слотов. Там же имеется 4 видео туториала по моддингу и их перезаливы я оставлю в описании. Там же есть 17 саундтреков из оригинальной игры. Наиболее интересными для нас это бонусные материалы. Они предоставляют доступ к разным пластерам, HD моделькам, а также к концепт-артам. Абсолютно все бонусные материалы я скидывал у себя в телеграм-канале. Но я также их выложил на вики, на особой странице, на которую я оставлю ссылку. Из наименее любопытного там есть зачем-то скриншоты из игры. Вместо одного скриншота там почему-то находится данное изображение. Насколько я знаю, это не официальный арт, но это все равно не объясняет его там появление. В изображениях у нас имеется оригинальная иконка игры, постер игры и постер игры для фоны библиотеки Стима. Внезапно карточка с полным именем Уилсона, которая ранее использовалась на рекламных карточках. Изображение Бифала из записи дневника Уилсона. Фон с персонажами игры. Два постера, которые нигде не использовались. Изображение разрушенного лагеря. Использовался в головоломке про циклополения, про которую я рассказывал в другом ролике. Изображение Честера. Дон Стар в стиле Диснея. Ранее похожий арт был опубликован Джефф Агл в своем таблере. Однако имеются некоторые отличия. Например, логотип клей и рамки. Изображение с грустным Уилсоном, скорбящим у пожаре на 108 дне. Ранее также публиковался художником у себя в таблере. Постер с испуганным Уилсоном и тенью Энта. Дон Стар в стиле другой игры от клей Шан Чи. Постеры бета обновлений, но в ранее недоступном высоком качестве. Изображение грядок, похоже, должны были использоваться в заметках Уилсона. То же самое касается изображения рисунка короля свиньи, который подписан буквой W. Постер с Уилсоном и кристаллами. Изображение Максвелла с артом на замке. Также использовался в головоломке, посвященной кошмарам. Постер с магмивнем. Постер с чертежами мясного чучела. Также из заметок Уилсона. Постер с мермом, ранее опубликованный и с обновлением A Little Rain Must Fall. Уилсон с кошмарами. Все так же с головоломки, с кошмарами. Промо рисунок Уилсона, играющий в шахматы с Максвеллом. Уилсон с горячей печатной машинкой. Ранее опубликовался разработчиками, кажется, в Твиттере, когда они оповещали о какой-то неисправности. Тень Уилсона с инструментами. Также из записи дневника Уилсона. А также постер с Уилсом. Помимо этого, материалы включают в себя и HD изображения существ, структур, персонажей и инкажи иконок. Допоминаю, что на момент выхода диска, все модельки в игре были размытыми и с маленьким разрешением. Только в последние несколько лет клей это исправляет. Похоже, что у разработчиков изначально все модельки и текстуры в HD качестве. Просто из-за определенных проблем с их внедрением в игру им приходилось понижать им качество. Сейчас вы видите некоторые из них на экране. Из интересного тут имеется изображение модельки снеговика, нереализованного мова. HD текстуры имеют и иконки. Тут они имеют разрешение 256 на 256 пикселей, когда в ДСТ по сей день все иконки имеют 64 на 64 пикселя. Из интересного иконка нереализованного предмета амулета. Старая иконка деревянной брони. Иконка нереализованного предмета сумки. Старая иконка синего жемчуга. Иконка удаленного фермерского участка. Старая иконка красного жемчуга. Иконка нереализованного снежка. Неиспользованная иконка сгнившей еды. Старая иконка удобного жилета. Неиспользованная иконка для телепортатора. Старая иконка куртки из хобота. Иконка нереализованного предмета дерн дороги, о котором ранее вроде не было известно. Иконка удаленного предмета дерн паутины. Также любопытно взглянуть на HD иконки, светлячков и дома свиньи. Самое интересное, наверное, это концепт арты. Тут у нас есть не только концепты, которые мы уже видели в решении головоломки запретных знаний, но и совершенно новые. Старый же концепт арты не имеет поверх каких-то меток или ватермарок. Давайте по ним пройдемся. Я попробовал построить ход размышления разработчиков. Так что имейте ввиду, что не факт, что данные концепты создавались именно в такой последовательности. Но будьте уверены, что я показал тут все концепт арты из материалов. Так, у нас есть концепт арты, который мне больше напоминает стиль мультсериалов Хана Барбары. Стиль напоминает одновременный дизайн персонажей Флинстоунов, а также строением тела персонажей а-ля Милли и Мэнди. Похоже, концепт выживания был придуман с самого начала, как и свинолюди, которые должны были быть нейтральным к персонажам. На другом концепте видно, как персонаж дает подношение монстру в тени. Рядом изображение статьи голода. Отдельные концепты с предметами в выбранном стиле. Похоже, надписи и изображения намекают на основные механики игры. А именно выживание, приручение животных, передвижение, разведение костра, создание структур, тобыч ресурсов, а также некая механика с отсыланием писем при помощи бутылок или голубей. Дальше у нас есть концепт того, как персонаж передвигается по морю. Постепенно появляется привычное строение ландшафта в игре. Мы видим, как персонаж бежит за курицей. Чуть позже, похоже, было найдено название для игры. Стиль было решено попытаться сделать не мультяшным, а более депрессивным и вранчным. Немного в такой уклон ушли пару следующих концептов, которые искали уникальный дизайн игры. Так мы видим изображение персонажа с усами, больше напоминающие будущего Вольфганга. Дизайн не так далек от того, что у нас было ранее. Теперь свин выглядит чуть менее смешно и чуть более опасно. Имеются концепты. Арты с дизайном без лайна и с упором на неаккуратный лайн, на котором они, видимо, и остановились. Остался общий дизайн на атмосферу игры. На концептах можно увидеть, как авторы пытаются найти особый дизайн для персонажа. Так мы видим, как у них появляется дизайн, больше схожий с дизайном персонажа в группе Гориллос. После мы видим концепт дизайна мира. В конце концов, похоже, они остановились на данном концепт-арте. Тут можно заметить и очертания лица Улсона у третьего персонажа, и форму головы, и лица Максвелла у первого персонажа. Чуть позже был найден запоминающийся дизайн для главного героя с прической в виде буквы W. Рядом можно также увидеть концепт-арт Уиллоу. Рядом разного рода предметы в выбранном стиле. Они же демонстрация взаимодействия с окружающим миром в данном стиле. Плюс-минус, выбрав направление стиля, стали появляться концепт-арты существ в данном стиле. Так у нас есть крысы, летущие мыши. Переработанный дизайн свиней и похожие идеи со свинооборотнями. Олени, медведи, совы, огромные клешни. Первый дизайн. Кролика, шоколопы, который почти в неизменном виде попал в игру. Черепахи и лягушки, жуки. Где-то тогда же были сделаны концепт-арты энтов. Появляются концепт-арты, прорабатывающие кривизну и необычность мира. Так мы видим высона, дерущегося с деревом. Очень неаккуратный дом, а также первый прототип длинноногой птицы. Впоследствии появляется концепт-арт, демонстрирующий персонажа и то, как должно выглядеть окружение. То, что мы видим, чем-то похожим на болото. Примерно представив, как может выглядеть мир, они начали накидывать концепты и идеи. Так у нас есть концепт-арт с обычными животными типа медведей, белок, похожих на то, что у нас есть в Хамлете, оленей, черепахи, видимо основанные на длинношейных черепахах, личинки жуков, а также рядом есть длинноногая птица с яйцом. Бигфут, кролики или шоколопы, очень похожие на то, что у нас есть в игре, совы, пауки, похожие на то, что у нас есть в игре, воровины, также очень похожи на имеющихся, а также некое растение-животное. На концепт-арте, больше посвященный существам ледяного биома, есть первый дизайн циклоп оленя. Видимо, первый дизайн пинчаек, больше основанных на золотоволосых пингвинах, собака, имеющая раскраску схожей с ледяной гончей, морж и моржонок. Первый прототип энта, свиночеловек, летучая мышь и крыса. Также есть существа, видимо больше ориентированных на пустынные биомы. Так у нас есть ящер-человек, скорпион, тушканчик, видимо рогач, некая клешня, видимо лиса и что-то похожее на венериевую мухоловку. Есть концепты, видимо для более жутких или болотных биомов, на котором изображен некий призрак, змей по строению похожий на змей из DLC. Видимо прототип комара, что-то напоминающее мне медузу, а также, видимо, некий орк. Есть концепты, делающие больше упор на предметы и структуры. Также концепт с, видимо, маговым голевом и некой медузой. Далее они, видимо, начали прорабатывать внешность и разделение биомов. Вполне возможно, что это делалось до концептов с существами. Так мы видим первые прототипы с пещерами. Концептом, на котором герой пытается убить олиний. Концепт локации пещер с коконами. Пустынный биом, в котором трудно добыть воду и в котором встречаются зубучие пески и кактусы. Концепт заснеженного биома. На нем можно увидеть дети, а также тупика. Очень схожего с тем, что у нас есть в Dawnstar 2Ether. Разбитый самолет может говорить о том, что разработчики параллельно задумывались о сюжете игры. Видимо, концепты жуткого леса. Концепт другого песчаного биома с длинноногими птицами и кроликами. Концепт моря и островов. Концепт либо перемещения по миру при помощи парашюта, либо это концепт с задатками сюжета. Концепт, на котором мы видим, как герой пытается стукнуть кролика, выглядывающего из норы. В то время, как за самим персонажем охотится волк. Наличие отсылки на аркадную игру VAC & MOLE может намекать на наличие идеи с мини-играми. Также есть концепт некого лао биома, который больше напоминает построению RPG-локацию. Чуть позже начали вырисовываться уже знакомый нам стиль игры. Так были концепты болота. Концепт каштанового леса, который впоследствии будет только в DLC. Тут же можно заметить привычные нам грибы, но немного не тех цветов. Орехи, которые в таком же дизайне были найдены в файлах игры, но не были использованы, а также черная белка, очень схожая с той, что есть Хамлет. Есть концепт дома свиньи в разное время суток. Концепт Честера. Концепт существ, берущий за основу модельку Бифало. Тут можно заметить знакомого нам маленького Бифало, что-то вроде мамонта и его детеныша, а также Дракуна. Видимо, данный дизайн планировался вернуться в DLC. Шипрек, поскольку более проработанный файл данного моба были найдены в файлах Don't Start New Home. Однако потом их изменили на то, что нам уже более привычное. Есть концепт дизайн мобов. Тут мы можем увидеть ранний дизайн пещерных обезьян, червоточин, флапов, которые впоследствии появятся только в Шипректе, концепты привычных механизмов и небольшого механизма пешки. Также есть концепты существ, пародирующих механизмы. Так, у нас есть концепт краба, концепт известного нам Древнего Стража, концепт зеба, который должен был появляться в DLC Хамлет, но так туда и не попал, а также некий Гок, который пародирует механического слона. Также имеется концепт арт существ, использующих за основу строения свина-человека. Так, у нас тут есть знакомый нам Мерм и Индюшка, а также ранее невиданный Человек-енот и что-то вроде Гориллы. Также имеется концепт шахматного биома, на ней можно заметить статус арфы и голову рядом. Эту голову также можно обнаружить в файлах игры. Наверное, один из самых любопытных концептов это предметы для Team Fortress 2. Как вы наверняка знаете, за предзаказ Дон Старпа в Стиме в Team Fortress 2 вам выдавали волос Уилсона и мясную биту. Здесь мы видим на концепт арте не только эти два предмета, но и шапку в виде паука и головы свиней, а также огнестрельное оружие с маской свиней. Напомню, что ход событий вполне возможно был не такой. На этом кажется все. Если вы заинтересованы в подробной информации о CD-версии игры, то в описании я оставлю оригинальный пост от Пьяна, пост на Реддите, с которого все началось, и страницу на Вики, в котором вы можете взглянуть на все материалы сами. Напомню, что у меня есть Бусти, Телеграм с новостями и Дискорд для общения, в котором я также, как правило, сливаю все материалы. На этом все. Субтитры сделал DimaTorzok